Всем привет, с вами Бэб, и это Локал 58. Тот самый веб-сериал за авторством Криса Страуба, над разрешением загадки которого денно и ночно думают другие ютуберы, да и не только они. Неужели это луна насылает видение? Как всё это связано с бухтой Кэндл? Это всё инопланетяне? Спокойно. Сейчас я расскажу основную суть Локал 58, поскольку мне удалось докопаться до правды. Наконец-то. Впервые на русскоязычном и не только ютубе. Пока все думали, что во всём виноваты инопланетяне и неописуемое нечто, проживающее на луне, я начал изучать тему Локал 58 подробнее. И удалось найти мне вот что. На патреон канале Локал 58 Крис выложил эту картинку. Сейчас, кстати, вы там уже это изображение не найдёте. Крис Страук её загадочно удалил. Впрочем, ссылки на схему устройства так называемого Пентатода были размещены в Твиттере канала Локал 58 под названием Locator 118F13A. А теперь внимание, в этом изображении кроется раскатка тайны Локал 58. Вообще, задам нетривиальный вопрос. Знаете ли вы, что это? Это иконоскоп, запатентованный Владимиром Заворыкиным, человеком, который, можно сказать, изобрёл телевизор. Для справки, иконоскоп это такая телевизионная трубка, которая формирует телевизионное изображение, точнее формировала в старых телевизорах. Совсем старых. И что же нам это даёт, спросишь ты? Сравните теперь эти два изображения. Слева оригинальный иконоскоп, запатентованный Заворыкиным. Справа схема устройства Пентатода, выложенная Крисом Страубом. А теперь давайте сыграем в игру. Найдите два отличия. У вас 5 секунд, ну а победитель получит большое, нужное, нихуя. Так что да, пишите ответ в комменты, выиграть большое, нихуя, нечасто доводится. Итак, ответ. Вся суть кроется в деталях номер 37 и 38, вторая вон даже предусмотрительно обведена. Судя по всему, эти две детали и позволяют искажать изображение, и транслировать зловещие телепередачи откуда-то извне. Откуда пока что, не совсем понятно, но из всего этого можно сделать вывод, что здесь точно не замешаны инопланетяне или какие-то сверхъестественные силы. Всё это дело рук человека. Но кто может быть заинтересован в этом? Давайте подумаем. Вспомним видео Real Sleep. Там мелькает логотип компании Sword Research Initiative, и также имя некоего Герхарда Филиппа, под ID номером 750117. Для него, судя по всему, и предназначалась кассета. Вероятно, он был одним из сотрудников компании, возможно, подопытным. А эта кассета ему была нужна, чтобы оправиться от стресса после экспериментов. Всё это может значить только одно. Не было никакого нашествия инопланетян. США не захватил загадочный враг. А на Луне нет никаких баз пришельцев. Просто некто, возможно, даже правительство, проводит эксперименты над людьми. Точнее, пока что над одним человеком. Хотя, я бы сказал, что это группа людей. И далее я объясню, почему. Да, судя по видео Real Sleep, главный герой истории Local 58 не сам зритель, а некто Герхард Филипп. Только вот не совсем понятно, каким образом проображает сигнал этот пентатут. Можно выдвинуть много различных версий, начиная от более реалистичной, например, все эти жуткие видео были смонтированы и созданы заранее, и заканчивая более фантастичной. Картинка формируется на лету, и для каждого человека она своя. Давайте я попытаюсь объяснить. Вспомним Бухту Кэндалл. В 70-х годах дети в США видели загадочную передачу Бухту Кэндалл, но ее не видели взрослые. Очевидно, действие Local 58 происходит до 70-х годов. Это можно понять хотя бы потому, что Линдон Джонсон президентствовал с 1963 по 1969 годы. Поэтому, выдвинув свое предположение, компания Third Research Initiative продолжила эксперименты с пентатодом и решила проверить, что будет, если провести эксперименты над детьми. Результатом стала Бухта Кэндалл, продукт работы коллективного, бессознательного американских детей. Также вспоминаем, что в истории про Бухту взрослые вместо 58-го канала видели статические помехи, и понимаем, что правдива именно максимально фантастическая версия 58-го канала не существует. Его формируют страхи и желания множества людей, которые посмотрели этот канал с пентатодом. Буквально, страхи и желания формируются в сигнал, и благодаря заградочному устройству их можно увидеть на экране телевизора. Поэтому, переключившись на 58-й канал, можно увидеть все что угодно. Инопланетян, захват страны врагом, странное, жутковатое детское шоу со скелетом-кадавром. Все это порождение бессознательного множества людей по всей стране. А может быть и по всему миру. Неизвестно, проводились ли эксперименты с пентатодом за пределами США. Единственное, что можно сказать совершенно точно, пентатод еще действует. И самое первое видео на канале Local58 свидетельствует об этом. Оно датировано 21 ноября 2014 года. Мое изобретение относится к продвижению в методах и аппаратах для производства изображений объектов или явлений, которые невидимы для человеческого глаза. Да, именно так писал об иконоскопе сам Сварыкин. Так и пентатод, встроенный в иконоскоп, позволяет увидеть на экране телевизора невидимые для человеческого глаза глубинные страхи человека. Всего лишь одна деталь и бах! Ваш телевизор превращается в адскую машину, транслирующую черт пойми что. Кстати, об этом прямым текстом говорится в VideoStation ID. Отвернись. Все это не важно. Вокруг много других приемников. Вместе мы в безопасности. По-моему, все сходится. Что ж, дело раскрыто? Ну, не совсем. К примеру, так остается непонятным, кто позвал сигнал и что это там за две стороны воюют в телевизионном пространстве между собой. Но саму механику воздействия мы разгадали, и это главное. И знаете, если все это действительно так, то мне нравится, что я могу сказать. Крис Страуп перенес идею настоящего психологического ужаса в наши с вами телевизоры, и это круто. Ничего такого я, признаться, еще не видел. Можно, конечно, еще предположить, что страхи и коллективные бессознательные здесь ни при чем. И этот пентатод на самом деле транслирует на экраны телевизоров события из параллельных реальностей, где все эти события произошли на самом деле. Этот вариант, конечно, имеет место быть, но мне он кажется скучноватым и гораздо менее пугающим. Ну, чего мы в этих ваших параллельных реальностях не видели, а? Так или иначе, я не вполне уверен в том, что все эти мои теории на 100% правильны. Поэтому, пишите в комменты, что вы думаете по всему этому поводу. Возможно, у тебя есть своя версия того, что происходило на 58-м канале. Будет очень интересно почитать. Ну, а также, конечно, не забывайте ставить лайки, рассказывать об этом и не только видео, с вами друзьям и подписываться на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok